проповедует наш брат Александр Жданович, поэтому давайте мы его поддержим. Он приготовил для нас сегодня проповедь. Доброе утро всем. Как Геннадий говорил, вчера было хорошее время, время благословений, единства. И у меня такое чувство, что я еще домой не доехал. Как бы здесь, но слава Богу, что Иисус всегда на месте, и Слово Его всегда готово для того, чтобы нам открыться. И мое Слово – это тоже откровение, тоже переживание, которое, наверное, около месяца, они меня просто внутри возгревают, возгревают, и не дают покоя. И хорошо, когда это Слово сказано. И так получилось, что месяц назад мне попалась в руку Библия, которую вот здесь лежит именно. И я узнал три самых-самых сильных слова, которые были сказаны 2000 лет назад, и которые до сих пор меняют, ну, которые 2000 лет назад изменили историю человечества, и которые сегодня не являются самыми сильными. И сегодняшнее Слово я назвал как «смирение ключ к Божьему наследию». И те слова, которые действительно у меня открылись, я начал видеть их везде. В любом деле, куда ты не посмотришь, эти слова актуальны. И они были сказаны, естественно, Иисусом Христом в начале своего Божьего, так сказать, пути. И это тогда, когда Он начал проповедовать, когда Он узнал, что Иоанн, который был взят под стражу, который Его крестил водой. И Иисус тогда развернулся и пошел в Капернау. И первые Его слова, это было отмечено в слове, как Он начал проповедовать. И первое слово было, так и написано в Библии, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть для меня было первое слово, это «покайтесь». Я потом объясню, почему именно это так касается. И далее еще, помимо этого, Божий путь, путь Христа, он был еще двумя словами наполнен. Когда Иисус призывал своих учеников, это, естественно, были первые, Симон, Андрей, да, да, Симон и Андрей, и братья Яковы, и Он что говорил им? Когда Он подошел, Он сказал, «Идите за Мной». То есть это, я бы сказал, это слово «следуйте». И третье слово, Он, Иисус, Он очень много о нем говорил, и оно было очень широко освящено в Нагорной проповеди. Это было слово «блаженный». То есть мое откровение, оно стоит на трех словах, как «покайтесь», «следуйте» и «блаженный». И в простом понимании, ну вот, как это я понимал еще месяц назад, то есть на протяжении вот этого всего времени, то есть что для меня было «покайтесь». «Покайтесь» — это то же самое, что, ну, «покайтесь за грехи», да, как говорится в слове в любом, которое сказал Христос. И дальше что? «Следуйте». «Следуйте» — это не грешите, соблюдайте то, что сказал Иисус, и будет все хорошо. И «блаженный» для меня это было, как «вы попадете просто в рай». Но когда мне открылись эти слова, я понимаю, что с другой стороны они имеют более глубокий смысл. И, ну, это слово, оно действительно такое глубокое, но я постараюсь простыми словами говорить. То есть «блаженный» — это, в моем понимании, это не просто тот, кто попадет в рай, потому что для меня «блаженный» — это такое сравнение, как «блаженен» будет тот, кто будет ближе стоять к Христу. То есть в моем понимании есть «спасенный» и есть «блаженный». То есть «спасение» получит тот, кто призовет имя Христа, но «блаженен» будет тот, кто будет следовать за Христом. То есть, ну, в простом вот аналогию приведу, две ситуации, которые для меня были такими о блаженности. Это то же самое, что ты приходишь на концерт любимого исполнителя, и, естественно, ты хочешь быть в первых рядах. С первых рядов ты видишь, вот он, вот он стоит перед тобой. А может, ты вообще там, ну, как вип-зоны есть такие, да, то есть ты можешь даже пообщаться, прикоснуться, а может, с дальней стороны, ну, там, на последних рядах, там не так видно. То есть вот такое вот сравнение «блаженный» и «спасенный», да. Либо второе сравнение для меня было, что все, ну, многие, наверное, даже страны, когда проходят Олимпийские игры, они болеют за своих бегунов, спортсменов. И я скажу для меня, вот Олимпийские игры, это в нем, в играх олимпийских нету проигравших. Туда попадают лучшие, и все бегут, все делают, но только лучшие будут достойны награды. Вот это для меня понимание «блаженный». Но даже тот, кто не получит награду, он все равно будет записан в книге. У нас есть прекрасная аллея около моря, где написаны по каждому году Олимпийские спортсмены, которые участвовали. И вот я хочу посмотреть по поводу слов «покайтесь и следуйте с активной позиции». Не то, что мы там признали, что мы греховны, да, и мы там соблюдаем то, что сказал нам Христос, а именно то, что было вложено Иисусом в эти слова как с активной позиции. То есть, ну, как прийти к блаженным, вот попасть вот блаженным, да? То есть, ну, и попрошу открыть слово от Матфея, вот основание было Матфея 5 глава, с третьего по двенадцатый стих. Что такое блаженные? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. И хочу по-простому вот такое понимание сказать, как это видел я вот, вот эти вот стихи. Из третьего по пятый стих. То есть что такое для меня блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. И блаженны и кротки, ибо они наследуют землю. Для меня это открылось так, как это те, кто принимает сегодняшнюю ситуацию дел. Я скажу, это было и в моем этапе жизни, что когда ты пришел ко Христу, первые полтора года, два года, кажется, там, ну такая радость пребывает, а потом ты оставаешь. И вот для меня сегодня вот эти стихи открываются как, что вот эта вот позиция, ну допустим моя, это если я осознаю, что узнал Христа, но не делаю ради Христа. То есть если я стою на месте, если я не двигаюсь, но я понимаю, я осознаю, что я готов двигаться, и я должен двигаться за Христом. Я должен делать Его дела. То есть не просто принимать, а делать. То есть это больше меня вот относится к слову «покайтесь» с активной позиции. И далее, с 6 по 12 стих, это будет основываться к слову «следовать». Блажены алчащие и жаждущие правды. Я скажу, это те, кто горит сердцем познать Господа. Те, кто смотрит сегодня на нечестие в мире и хочет, чтобы Божья правда, она восторжествовала. Я думаю, все мы хотим, чтобы Бог правил на этой земле, в этом мире, и чтобы Его слава и правда была по всей земле. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут. С той позиции, что милостивые... Ну, мы часто видим на улицах людей, которые просят милостивую. Но милостивые – это не только это, да, давать людям. Даже когда ты несешь в мир то, что получаешь от Бога, Его любовь – это тоже, я считаю, милостивость. И что сказано? Чтобы получить милость от Бога, мы должны быть милостивы другим. То есть Божья любовь, если мы ее принимаем, мы ее должны нести в окружение. У кого дети, они меня поймут, что неужели наш отец, неужели ты с позиции отца, узнав, что где-то растут сочные плоды, вкусишь и не скажешь своему сыну, что там вот самые лучшие плоды, иди возьми. То же самое, зная сегодня благую весть, Евангелие, и зная Божью любовь, неужели мы не поделимся с другими? И эта любовь, она приводит к блаженству. Блаженные чистые сердца, ибо они Бога узрят. Это мне напомнило, когда приходишь к Христу и говоришь, вот, Господь, дай мне то, дай мне другое, одно, второе. Но блаженное чисто сердцем, это для меня что? Ты делаешь не свое, а Божье. Ты делаешь Божьи дела. Ты делаешь то, что говорит тебе Господь. Ты делаешь то, что приводит к Божьей славе на этой земле. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Для меня это, кто такие миротворцы? Это те, кто провозглашает мир с Богом. То есть, ну, самое вот такое сравнение, наверное, яркое будет, это те, кто находится на передовой. Да, то есть тот, кто непосредственно идет в мир и с миром, ну, несет слово в мир, да. Они много сталкиваются. Чем-то напоминает это, как в армии. Да, то есть все знают, что такое война. Только здесь духовная война. И почему блаженные относятся к этому? Почему блаженные именно миротворцы тоже? Я сравню, что когда просто война, люди гибнут, а командиры получают награды. А когда Божья война, то награды получает тот, кто сражается. У Бога все по-честному, все справедливо. Блаженные, изгнанные за правду. А также блаженные вы, когда будут поносить вас, игнать и всячески неправедно злословить за меня. Я думаю, все мы это проходим и хорошее слово в 12-м это радуйтесь. Когда мы такое проходим, нам надо радоваться, потому что это несмотря ни на что, мы сеем правду, Божью правду, Божье слово. И Бог всегда, Он видит наши старания, даже если нас будут гнать, гнали и Христа, это приведет к блаженству. И почему вот я назвал свое слово, что смирение – путь к Божьему наследию. Из вышесказанного я скажу, что ну возьмем мы рыбаков, первых учеников Христа, последователей. Когда Иисус им сказал слово, они не спорили с Ним, не требовали от Него что-то. Конечно, можно в слове понять, что Иисус сказал, следуйте, они встали и пошли. На самом деле, Он сказал им весь, Он сказал, что вы будете то-то и то-то. Они смирились и пошли. И сегодня они там вместе с Иисусом. Я в этом уверен, потому что это написано в слове. И вторую историю я сюда приведу, как притча о сеятеле. С одной позиции мы понимаем слово, что есть разные виды почв, куда мы сеем слово, и оно возрастает. да, то есть наше слово, наше Евангелие, которое мы несем, люди принимают и приходят к спасению. С другой позиции, как мне это открылось, что сеятель, который сею, он просто имел смирение. Он не знал, зайдут ли семена там, будет ли обильное поливание, будет ли там действительно удобрение в той почве. И наша задача просто идти и сеять слово. Божье слово, которое нам доверено. И вот в этой притче было три вида почв. Это плодородная земля. Я бы сказал, что это плодородная земля, это те сердца, в которых будет посеяно слово, они примут смиренно. встанут и будет непросто знать, что их Господь Иисус, а они будут следовать за Ним, они будут идти за Ним. Но я тоже верю Божьему Слову и верю, что даже если посеяно зерно в каменную почву и тернии, Богу угодно и оно взойдет. Да, оно будет иметь не такой обильный плод, как плодородная почва, но оно взойдет. И даже если при дороге яркий пример с моего детства, когда только началось доступно асфальт, ну так сказать, обычным жителям, начали покупать и дорожки вокруг дома строить. И для меня была всегда загадка, почему по весне асфальт в травинках? Наше дело просто смиренно идти и говорить слово. И это блаженный миротворцы. И вот по поводу слова при дороге я бы еще сравнил, что не каждое сердце готово принять, даже если ваше слово. Бывает такого, что когда ты несешь свое слово в Евангелии, то тебя могут обругать, тебя могут погнать, могут выгнать, нагрубить. И наше смирение позиции блаженного, так сказать, следующего за Христом. Это не нагрубись в ответ. Наше смирение это идти дальше делать. Не важно там, что тебе сказали что-то плохое, ты тут упал, обмяк, и все. смирение это найти силы и идти дальше следовать. То есть несмотря ни на какой негатив. И со второй стороны смирения, то есть это с первой позиции смирения, то есть мы должны идти и следовать. А со второй позиции смирения, ну я бы так сказал, что иногда бывает, что некоторые сравнивают радость в мире, вот я пришел к Богу и что-то я грустный стал. Да? Ну типа мне вот это нельзя делать, это нельзя, вот о чем мне вообще делать? Я скажу, смирение это прийти к Богу и обрести радость истинную. Оно не сразу открывается, по себе знаю, но со временем ты понимаешь, что Божья радость это действительно та радость, которую ничем не отберешь. Смирение это то, что сказал Иисус Христос принять это и начать следовать за Ним, то есть непосредственно делать. И я скажу, что у всех нас, у всех верующих есть силы, чтобы это делать. И эти силы дал Иисус Христос. И силы, благодаря которым нужно нести свет, они всегда есть, они от Бога. И попрошу открыть слово Римлянам 8, 17. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. И далее слово тоже попрошу Луки 10, 19. Все даю вам власть наступать на змеи скорпионов и на всю силу вражий, и ничто не повредит вам. И следующее слово Иакова 4, 7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. То есть Бог уже усмотрел силу, чтобы нести его свет. Ведь не зря Иисус говорил, что вы будете делать больше, чем я. Он сделал много, но сегодня еще много работы, и я верю, что вот как раз те, кто будет блажен, они еще делают еще больше работы. И почему я выделил это тоже как смирение? Для меня смирение в этих словах это то, что смириться и принять эту власть, которую нам дал Бог. И не просто принять, а научиться. По первости, я помню, когда я читал Библию, всю не все было понятно. Ты понимаешь основное, что Иисус сказал, но не знаешь, как этим пользоваться. И вот это вот слово мне открылось, то, что я сегодня говорю, это открылось как раз, когда я решил очередной раз начать Библию читать заново. С Нового Завета и первая глава от Матфея. И почему я говорю про Божье оружие, что им надо научиться пользоваться. Это легло мне в сердце, когда подроки попалась книга «Власть верующего», Хейгена, я думаю, знаете, кто это, Божий муж и наш брат во Христе. И он рассказывал такую историю, что на одной конференции с ним встретился проповедник и Хейген задает вопрос, как твои дела? Тот говорит, знаешь, я заставляю дьявола бегать. Тот не понимает, как. Говорит, ну я бегу и дьявол за мной бежит. Ну действительно я согласен с Хейгеном, он назвал это невежество, потому что у нас есть Божье оружие и не нужно убегать от дьявола, надо его гнать, так как сказано в Библии. Он убежит от нас, только противостоятельно и научиться пользоваться оружием Божьим. И почему мне это так откликнулось, когда я прочел и тут меня накрывает перед сном, я понимаю, что и в моей жизни было такое, что когда-то вот в твоем доме вроде бы все хорошо, но тот начинает у тебя там что-то болеть, ребенок болеть, и ты просишь, Господь, пожалуйста, исцели. Господь уже исцелил, он все дал, он дал силу, он пострадал за всех, он забрал все болезни, а ты чего просишь? Начни действовать. На следующий день заболевает Алексей. И какая реакция? Чего просить? Иди воюй. Иди запрещай дьявол, он не имеет права входить в твой дом, потому что ты там глава. Бог поставил мужей Божьих быть главой. И я скажу, что если мы хотим расти с Богом, двигаться с Ним, то надо учиться пользоваться Божьим оружием. Не просто, чтобы оно там лежало, да, вот, есть оружие, есть меч, и ты говоришь, Иисус, возьми, пожалуйста, это оружие и сделай. Нет, возьми сам и начни им делать. Иисус, он в действительности Господь нас оберегает, как мы оберегаем детей, когда вот мы покаялись, мы пришли, мы познали Божью любовь, Иисус оберегает, но приходит время, когда нам нужно взрослеть. То есть, это то же самое, что наши дети растут, приходит время идти сначала в школу, да, то есть, читать слово, а потом приходит время практически занятия делать уже, тут уже надо применять. То есть, приходит время, когда мы должны научиться и начать делать то, что говорил нам Иисус. Вооружиться Его Словом, оружием и следовать за Ним. И это время, это придет не через 10-20 лет, оно уже пришло. Оно было вчера и 2000 лет назад. И хочу подвести сила смирения Божьего. В чем заключаются вот такие выводы? Смирение, оно убирает страх. Смирение дает силы, смирение приводит к благодати или, как мы читали, к слову блаженной. Да? И смирение это ключ к Божьему наследию. И яркий пример тому Иисус Христос, Его смирение. Был ли страх у Иисуса Христа? То есть смирение убирает страх. У Иисуса не было страха. Тогда, когда Он говорил, может, минует моя чаша, Он все же задал вопрос, да будет воля твоя. То есть Он принял Божью волю, и у Него не было страха. Были ли силы у Иисуса Христа? То есть смирение дает силу. Я скажу, что Иисуса Христа были силы. И не только физические, но и духовные силы. Несмотря на издевательство солдат, которые Его избили, у Него были силы, чтобы донести Свой Крест до конца. Но у Него еще были силы, чтобы висеть на кресте попросить Отца простить тех, кто, как Он сказал, они не ведают, что делают. То есть смирение дает силу. И к чему это привело? К чему привело смирение Иисуса Христа? Оно привело к тому, что Он сегодня находится одесную Бога. Оно привело к тому, что Блаженны Божьем наследие. На этом я хочу закончить. Блажен человек, который переносит искушение, потому что быв испытан, он получит вне жизни, которое обещал Господь любящим его. Аминь.